Более года назад завезли столицу клана на основные сервера, предпосылки были такими, что пару месяцев поиграем и забросим, но уже более года мы не пропускаем ни одного рейда и фармим, и все это из-за того, что разработчики оптимизировали это медалями рейда, которые вы можете потратить на ресурсы основной деревни, деревни строителя, волшебные предметы и декорации, и как видите я этим активно пользуюсь. Всем здарова друзья, с вами Тим, и это новое видео по игрушечке Clash of Clans, и сегодня я нахожусь наконец-то на столице кланов, давненько не записывал результатов, атак и также просто обзора районов на столице, поэтому давайте начнем пожалуй с обзора, потом перейдем к атакам, ну а через пару часиков уже будут известны итоги, так как есть что показать, тем более за тот срок, что я не записывал на столице, ну и какие-никакие, но изменения есть. Этот район конечно же у нас никак не изменится, так как мы его вообще полностью зафулили, я уже наверное это сколько раз, миллион раз говорил, и каждый раз когда захожу на этот район, понимаю, что мы его зафулили, и показывать и говорить там не о чем попросту. Карьер големов у нас тоже полностью на данный момент прокачен, остается лишь только забор, переключаемся дальше, можно сказать, что у нас вообще все районы практически все такие остались, потому что драконь и утесы тоже полностью прокачены, забор только второго левела, дальше забор качать дорого, да и не сильно выгодно. Его мы будем прокачивать тогда, когда все остальные постройки на районах будут закончены, а как видите районы без прокачки остались, и это мастерская строителя, тут вот копьемет второй левел, ну короче тут вот так вот все, печальненько, очень некрасиво выглядит, сюда как минимум 2-3 рейда нужно воткнуть 100%, возможно даже и больше. Даже давайте небольшой вклад внесу, апну левел, и перейдем дальше, пожалуй, мастерская строителя у нас еще не закончена, в принципе так же как и лагуна шаров, но тут уже есть предпосылки к фулу, и это большая часть основных строений зафулина, то есть список остается не такой большой, ну забор это естественно, это и так понятно, короче говоря запоминаем, лагуна шаров, мастерская строителя. Ну а дальше все намного прекрасней, чем кажется, абсолютный фул, ну кроме стен, стены это вообще знаете такое посредственное, и мне кажется, что даже в парке скелетов мы зря его вкачали, лучше бы потратили бы на прокачку, хотя иногда стены нужны, правда не знаю зачем, но ладно, пускай они там будут, красиво все это выглядит. Лагерь варваров, конечно же, у нас тоже прокачан, ну и самое основное это столичный пик, тут у нас ситуация точно такая же, хотя забор помассивней, получше, но тем не менее его нужно еще прокачивать, и это все дело стоит у нас еще, ну примерно миллион двести, наверное, да, где-то миллион двести, миллион триста там примерно еще нужно потратить, но тем не менее столица будет полностью прокачана. Я вообще не знаю, кто сюда засовывал ресурсы, возможно кто-то просто перепутал, бам, сюда закинул соточку свою, и прокачал немножечко стены. А так абсолютно все прокачано, вот так вот это выглядит, красивенько каждое строение дефа. Ну и по моим подсчетам, даже если забор прокачивать по фуллу, я думаю, что до конца лета, ну может быть еще сентябрь затронем, ну не знаю, может быть еще и дальше затронем, но мне кажется, что сентябрь максимум, и как раз таки мы зафулим столицу полностью. То есть по идее разработчики в летнем, либо, ну я не знаю, когда они там будут добавлять обновы, нужно уже добавлять сюда что-то другое. Например, два района, которые они запланировали, потому что вот эти места не просто так тут находятся. Да и тем более парк скелетов как бы не пятого уровня, его же дальше прокачивать нельзя. Если кто не знал, ну как бы есть низкие столицы у кого там, столица, ну качается как бы до десяти, а вот районная ратуша качается только до четвертого уровня. Поэтому мы ждем как бы новый левел и скорее всего еще один район. Хотя я не жду, честно говоря, хочется все-таки зафулиться, а уже потом полноценно готовиться к обнове. Ну или не готовиться, я не знаю даже как можно подготовиться к обнове, к которой как бы должен готовиться вообще весь клан. Собирать ресурсы там и так далее, поэтому даже не знаю, что вам сказать. А что касаемо рейдов, сразу же отвечу, то что они стандартные плюс-минус, мы не улучшили свой скилл. Ну и не скажу, что ухудшили, как правило это 15-17 рейдов максимум и примерно 1600-1700 медалей. И как вы понимаете, это очень прилично, тем более каждую неделю. Но это очень хороший результат, на все хватает абсолютно, так как награды обновляются каждую неделю. В целом, даже иногда бывают моменты, когда покупать тебе просто нечего и ничего не нужно, и поэтому медали копятся. А через пару недель ты просто берешь и тысячи три-четыре тратишь медалей на то, что тебе необходимо. На данный момент у меня остается 4 атаки, я их конечно же проведу. И к сожалению, да, один человек не проатакует 3 атаки, его уже нету в клане. Но я проведу, и поэтому постараюсь забрать 2 каких-нибудь района, так как 2 атаки на 1 район. И какой-то вклад, профит внесу в это. Кстати говоря, забыл показать журнал обороны. Так как тут есть что показать, атакуют кланов не так много. И вы наверняка помните среднее количество атак, которое было совершено на нас. Это примерно 29-30, да, я говорил в прошлом видео, где-то 2 недели назад, когда записывал. Но теперь-то картина немножко иная, ну прям совсем немножко. Мне кажется, среднее это 35. Хотя вот есть 27, но 42-36 как бы все-таки присутствует. Поэтому 34-35 атак тратят на нас, чтобы забрать все районы. Это очень много. Мастерская строителя достаточно легкий район для вот этого вот микса, который я использую по сей день. И не мучаюсь вообще с двушками, поэтому его будем использовать на мастерскую строителя. И также, скорее всего, долину колдунов пробью, потому что это 2 легких района. Также можно пробить карьер големов. Лагуна шаров чуть-чуть прям посложнее. А вот драконь и утесы и лагерь варваров, там уж надо немножечко постараться. Просто бывают моменты, когда там тратишь 3 атаки. Мне же это сейчас не нужно, поэтому нажимаем вот сюда и поехали атаковать. Я думаю, что тут все... Ой, блин, косанул, капец, у меня что-то мышка сорвалась. В смысле, палец, да. Суперсел, если что, я играю с телефона. Вот, осуждаю. Осуждаю компьютеры, эмуляторы и все в этом духе, вот. Так, ладно, поехали. Короче, горя закидываем вот эту вот всю фиговину вот сюда. Молнию вот сюда тоже закидываем. Ну и после этого тарантулов закидываем вот так вот по чуть-чуть, понемножечку. Хотя я сразу всех скинул, но ладно, как бы это нормально. Закинули, а уже потом вот так вот, бамс, бамс. Закидываем с вами кого? Правильно, кабанчиксов. Потому что кабанчиксы это основа этих миксов, вот. Поэтому бамс, вот сюда еще давайте бамс делаем. Короче говоря, тут все решает только бамс. Если не будет бамса, то все, атака не удалась. Но тут, как вы видите, все очень благоприятно работает. Нам бы сейчас еще забрать вот этих вот две бамсы. Ну вы поняли, о чем я говорю. Вот, драбельщики. Драбельщики это жестко. Драбельщики это прям лють. И, кстати говоря, мы даже засуицидили хогов. Надо было все-таки хогов на пушечки накидывать. Ну ладно. Тем не менее, мы верхнюю часть практически все забрали. Поэтому со следующей атаки уже разберемся с этой областью. Я думаю, проблем не составит. А сейчас остается забрать ТХ. И можно завершать этот бой. Хотя, по-моему, скелетики не справятся. Или же... Ну-ка, блин, ну давай, скелетик. Ёлкин дрын, капец. Сейчас чуть-чуть прям... Ах, немножечко не хватило. Вторая атака самая интересная. Потому что будет огромный спам. Так как уже будет 6 кладбищ. И атака получается смотрибельней. Поэтому закидываем с вами вот сюда. Смотрите, кладбище. Вот сюда вот. И, скорее всего... Скорее всего, скорее всего... Ну верхнюю часть мы и так легко заберем. Даже без кладбища. Хотя вот снизу тоже есть кладбище. Ладно, давайте сюда накинем. Так уж и быть. Поэтому погнали. Вот сюда вот парочку варваров. Можно разряда бахнуть. И начинаем подкидывать вот так вот тарантулов. Всяких наших... Вот так вот. И того получается. Мы забрали практически вот эту область. Вот эту область. Нам бы сейчас... Ой-ой-ой, блин, не сработало. Ну ладно. Хогом немножечко хп подснесли. Закидываем сюда. Вот так вот закидываем. Тут давайте пушечку поможем забрать двумя кабанчиками. И верхняя часть будет забрана. Ту часть, верхнюю, арбалет, по крайней мере, мы легко забираем даже скелетиками. Тут помогаем еще кабанами. Вот здесь помогаем. Короче говоря, смотрим по обстоятельству. Где нужно, туда подкидываем. Где не нужно, туда не подкидываем. Логично и легко. Но, как видите, запас очень шикарный. Прям очень-очень много скелетов. Даже не взорванных. Плюс варвары старанов. Плюс кабанчики, которые мы подкидывали. Пока танковали у нас скелеты. И в итоге это изичная двушка. И сразу же, без остановочки, мы направляемся бить еще один район. Ну, я его выбрал, потому что он реально легкий. Ну, посмотрите просто на прокачку его. Серьезно. Хотя, хотя нет, жесткий еще тройн. Не, ну на самом деле, реально, жесткий район, ничего не скажешь. Но, по крайней мере, этим миксом я его беру всегда на две звезды. Тьфу, за две атаки, поэтому погнали. Так, это оговорочка, надеюсь... Надеюсь, это не предписание какое-то. И оговорочка была не специально. А то, блин, будет обидно, слушайте, если я реально возьму этот район на две звезды. Ладно. Первая атака у нас будет на центр, поэтому поехали. Потихонечку тарантулов закидываем, пробиваем секции. Ну, а дальше уже посмотрим, что у нас пойдет. Я думаю, что даже можно побольше поднакидать. Пока у нас тараны танкуют, позади накидываем по чуть-чуть кабанчиков. Тем более, база позволяет это делать. Таранчики пошли еще. Правда, они побежали не туда, куда надо, но как бы ладно. Еще закидываем кабанчиков. Можно сюда подкинуть тоже эту область. Потихонечку забирать, пока кладбище работает. Еще закидываем кабанчиков. И... В целом, да. Заход первый получился удачным, я бы сказал даже. Потому что мы до сих пор живем и до сих пор забираем строение дефа. И не только. Вот то, что скелеты погибли и пушка живет. Вот это очень плохо, я вам скажу. Нам было бы желательно, конечно, еще бы адскую забрать в этой атаке. Но пушка не дает этого сделать. Надеюсь, со второй атаки мы сможем ее забрать. И никаких проблем у нас с этим не будет. Давайте здесь попробуем вот это забрать. Хотя... Не, сможем. Сможем. Да, хорош, хорош. Забрали еще одно строение дефа. Короче говоря, с центром сейчас проблем быть не должно. Также, без остановочки записи, направляемся еще раз. Блин, я надеюсь, оговорочка была просто случайно. Чисто... Просто так получилось, реально. Закидываем вот сюда. Вот смотрите. Вот сюда тоже в соло заберем. Ну и адскую тоже в соло заберем. После этого подкидываем. Ооооо! Кого? У меня лагануло! Я выбрал вообще таранов. Чего? Я не понял, как это так сработало. Так, ладно, забираем пушечку быстренько. Блин, слушайте, неприятность. Неприятность для хогов. Огромного количества хогов. Как это так понимать вообще? Что это было сейчас? Как это вообще? Зачем это? Почему это так вышло, господа? Это потеря-потерь. Кто понял, тот понял, короче, откуда эта фраза. Но это фраза в тему, вот реально. Я не знаю, выгрызем ли мы адскую или же нет. Но, скорее всего, нет. Но нам как-то надо обролить ситуацию данную. И как-то попытаться что-нибудь дозабрать. Но, скорее всего, что-нибудь это будет. Ой, блин, какая же пушка дикая. Просто капоец. Пушка просто дикая. Еще и бомбы всякие. Охренительно просто. И все это из-за того, что у меня скинулись хоги. Так, ладно. Все понятно, короче говоря, с косячными атаками. Но это часто бывает. Особенно, когда я играю с стрелочки. Вы поняли, с чего я играю. Вот. Поэтому, да. Это косяк. И я не забрал. Короче, ладно. Я больше не буду оговариваться. Это, если что, запомните. Тоже так никогда не говорите. Да. Самый прикол, что просто чуть-чуть не хватило. Если бы хогов я бы разбрасывал правильно, то хоги бы забирали бы. Они подохли бы на одной бомбе и все. Короче, ладно. Не буду оправдываться. Окей. Будем ждать теперь конца боев. Конца, точнее, боев уже не будет, я думаю. Просто дождемся времени. А пока давайте потратим еще немножечко ресурсов. Я думаю, что потратим и... Ну, давайте также на арбалет потратим. Хотя туда еще очень много вкидывать. Но, тем не менее, какой-то вклад я свой внесу. Рейды закончились и появились итоги. И, честно говоря, удивился. Хоть где-то наша защита помогает. За атаки мы получили плюс-минус то же самое. Но в этот раз где-то медали на 70. Ну, может быть, 50. Точно не помню. За оборону получили больше. 124 района мы уничтожили. Проведено рейдов 15. Ну, в общем, все перед вашими глазами. И обратите внимание на количество добытого золота столицы. Капец, это нам нужно один рейд потратить, чтобы вкачать хотя бы забор на столице одной только. А там еще сколько районов? Блин, есть предположение, что мы все-таки до конца лета не успеем. Но все же очень приятно, что мы получаем такое количество медалек. Это реально круто. 1700. Это просто офигенно. Пишите в комментариях, сколько вы получили. Сколько золота зафармили. А на сегодня все. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok